Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Я немножечко уже накрашена, но если вы заметили, не до конца. Сегодня у нас с вами такое интересное будет видео, в котором я хочу совместно с вами протестировать и попробовать некоторые косметические продукты, которые помогут мне завершить мой макияж. Это будет вот такая вот пудра от Риуи Про. Затем это будет вот такая вот палеточка для контурирования от Белор Дизайн. И это будут еще два продукта для глаз. Тушь и подводка. Подводка у нас водостойкая от Эвелин и тушь маскара от Белор Дизайн. Я недавно эти новиночки покупала на сайте Мэйкап и хочу сегодня поделиться с вами этими новинками, подробнее о них рассказать и, конечно же, показать их в нанесении. Давайте приступать! В общем, я уже убрала свои волосы и готова приступать к тестированию. Заранее, извиняюсь, я снимаю дома, я снимаю на кухне. У меня здесь и холодильник иногда булькает, издает такие странные звуки. Иногда соседи где-то шумят, вы меня заранее простите. Давайте разберем вот эту пудру. Здесь у нас аж 10 грамм продукта. Это достаточно много. Обычно такие рассыпчатые пудры бывают примерно 6 грамм, 8, ну, иногда 10, иногда даже могут быть и 12, и 15. Мне повезло купить ее по акции. Она идет внутри вот такого вот белого цвета, как вы видите. Здесь 10 грамм. Здесь написано, что эта пудра фиксирующая. Она универсальная. Она подходит любому цвету и типу кожи. Она прекрасно фиксирует макияж, продлевает его стойкость. Также выравнивает рельеф кожи, делает ее бархатистой и не утяжеляет макияж. И указано, что эта пудра абсолютно не оставляет никакого цвета на лице. Внутри здесь, кстати, есть у нас система открыть и закрыть. Как вы видите, у меня здесь уже немножечко вот пудра есть. Она вот такая вот белая. Это такой белый снежочек, пушочек. Вот такая вот она. Я обычно насыпаю в эту крышечку, затем беру любую пушистую кисть и наношу на лицо. Очень нравится то, что здесь есть система открыть, закрыть. То есть лишнего ничего у вас не высыпется. Это, наверное, самый такой большой плюс этой пудры. Я обычно делаю это вот так, стучу, и у меня на крышечке остается вот так вот. Можно насыпать больше, можно насыпать меньше. В общем, сколько вам надо, столько берете. Беру вот такую вот обычную, самую бюджетную в любом магазине косметики. Покупайте самую обычную. Главное, чтобы она была мягкая. И наношу обычно прихлопывающими, вот такими вот движениями, чтобы, не дай бог, не смазать тональное средство. Но что я заметила? Я заметила, что эта пудра, ее, в принципе, на лице не заметна, но она немножечко делает тональный продукт светлее. То есть она немножечко высветляет. Если у вас тональное средство темнее вашего цвета лица, и вы хотите немножечко его как-то визуально сделать более светлее, то тогда эта пудра будет очень-очень хорошим средством для вас. Но, например, если у вас и так очень светлый тональный крем или тональная основа, и вы поверх наносите еще вот эту пудру, то, конечно, вы будете немножечко белее, чем надо. Так что эта пудра немножечко все-таки высветляет. Ну, конечно, не так прям глобально, но немножечко все-таки есть. Поэтому с ней лучше быть поосторожней и чересчур много лучше не наносить. Обязательно встряхивайте излишки, потому что будут пятна. Больше всего мне лично нужно закрепить именно нос, лоб, потому что эти зоны у меня более сильнее и быстрее жирнятся, нежели, допустим, щеки. Но я фиксирую абсолютно все лицо, потому что у меня жирный тип кожи, у меня, в принципе, все всегда блестит. Но больше всего внимания, конечно, лоб и нос заслуживают. Также я немножечко наношу пудру и на бровки. И тогда моя помадка для бровей будет держаться еще дольше. Так, давайте дальше ехать. Следующее, что хочу вам показать, это вот такая вот тушь от Эвелин. Здесь написано, что она стопроцентно водостойкая, нам обещают матовый угольно-черный оттенок, плюс хорошую-хорошую стойкость, носимость и все такое. Здесь вот такая вот твердая кисточка, такой вот аппликатор, я бы так сказала. Но, знаете, если честно, не совсем удобно этим аппликатором рисовать именно тоненькие стрелочки. Это получается не совсем удобно, потому что чересчур как-то толстенький наконечник. Если бы он был немножечко уже, было бы вообще очень-очень классно. Но попробуем сейчас что-то там нарисовать. Надеюсь, более-менее симметрично получится. Но если что, не судите меня строго, я не профессионал в этом деле. Давайте приступать. Цвет, конечно, красивый, черный, но рисует она очень неудобно, прерывисто, как-то пористо, что ли. Не совсем удобно, конечно. Тоненькие линии получаются очень-очень тяжело. Рисовать ею, конечно, сплошное неудобство. Ну что же, вот такая вот стрелочка у меня получилась. Я не вырисовываю сейчас длинные какие-то красивые стрелки, потому что потом очень сложно быстро сделать точно такую же. Поэтому вот такой вот более-менее интересный вариант, я думаю, мне этого будет достаточно. Сейчас я дорисую вторую стрелочку и вернусь к вам. Ну что же, вот такие вот стрелки у меня получились. Цвет достаточно красивый, он действительно такой черный. И действительно высыхая, эта подводка смотрится достаточно матовой. Немножечко, конечно, у меня не совсем все симметрично смотрится, но вы не судите строго. Я все-таки так, любитель, скажем. Но вот эта стрелочка мне нравится больше. Как-то она ровнее, красивее немножко получилась, нежели эта. Но в целом смотрится достаточно хорошо. Сейчас попробуем дорисовать наши реснички, точнее докрасить, и может быть это визуально все выровняется. Что же, давайте приступать к ресничкам. Вот такая вот у нас тушь от Belor Design. Называется Mascara Over Eyes Lift Volume. Здесь 11,2 грамма продукта. Цвет у нас черный. Внутри очень-очень большой такой аппликатор. Я бы сказала, он даже гигантский такой. Ворсинки, вы знаете, практически все одной длины. Они такие длинненькие. Их очень-очень много, они достаточно тонкие. Ну, посмотрим, как прорисуют мои реснички. Я возьму зеркальце поближе и буду вот так вот их прокрашивать. Самое главное не запачкать века, потому что аппликатор реально очень-очень большой. Ну, немножко удлиняет. Но, знаете, не слишком пигментирован эта тушь. Может быть, потому что не слишком много набирает продукта в себя. То есть, с первого прокрашивания реснички не такие уж и яркие, и не такие уж и длинные. В принципе, гигантского какого-то объема я не вижу. Ну, в принципе, как для первого слоя, достаточно неплохо. Разница все-таки заметна, но не колоссально, если честно. Сейчас попробую нанести второй слой. Может быть, со вторым слоем как-то реснички станут действительно более выразительными. Да, действительно, с вторым слоем они более такие яркие становятся, более красивые. Ну, вы знаете, разница, конечно, ощущается. Но мне неудобен этот аппликатор. Ощущение, что я немножко сильнее надавлю на ресничку, и у меня вот здесь вот отпечатается все на моем верхнем веке. Ну, что я могу сказать? Она их не слишком удлиняет, эти реснички, но мне кажется, она немножко их подкручивает и, знаете, обволакивает со всех сторон. Но делать какой-то объем или удлинение супер-пупер, ну, в принципе, я такого не вижу. Но как повседневный вариант, то очень даже достойно. Сейчас докрашу вторую ресничку и вернусь к вам. Что же, я докрасила и второй глаз. Вот такие вот реснички у нас с вами получились. Мне нравится, какой эффект. Достаточно интересно смотрится. Но, знаете, если вы хотите какой-то супер-гипер-пупер-офигенный объем, какую-то очень космическую длину, вы от этой туши этого не получите. Но вот такой вот результат у вас точно будет. Это достаточно хорошо для повседневного, для обычного какого-то макияжа. Лично мне вот такого вот хватает с головой. Нижние реснички я прокрашивать не буду, потому что у меня кожа жирная, веки тоже жирные. И обычная такая тушь неводостойкая будет отпечатываться. Поэтому, чтобы не было эффекта панды, я красить нижние ресницы просто не буду. Ну и последнее, самое мое любимое в косметике и в макияже, это контурирующая такая вот палеточка. Сейчас я вам ее открою. Кстати, упаковка такая, в принципе, не слишком надежная, но обычная, как для бюджетной косметики. Но пластик, в принципе, неплохой. Здесь у нас 10,9 грамма продукта. Здесь у нас есть скульптор, румяна и хайлайтер. Вот такая вот палеточка внутри. Могу сказать сразу, что не слишком сильная пигментация, особенно у... где тут вот... у скульптора. Как-то не особо ярко, но, как вы заметили, много здесь пыли у меня, потому что палетка действительно очень сильно пылит. Сейчас попытаюсь сделать вам сводчики. Так, начнем с контуринга. Так, наносим его. Вот на руке нанесла. Но, как вы видите, его недостаточно заметно. Он такой очень-очень светленький. У меня, кстати, это оттенок 1. Да, это у меня тон 1. И здесь, вы знаете, скульптор такой вообще бледненький. Хайлайтер, конечно, просто космос. Очень пигментированный. Очень-очень такой белый, светлый. Прям аж даже слишком. Румяна, в принципе, такие универсальные. Вот сводчики. Румяна у нас с этой стороны. Хайлайтер и контуринг. Контуринг как-то вообще незаметно. В принципе, для бюджетной косметики это неплохая палетка. Но, знаете, например, ламель по цене примерно точно так же. Но пигментация там, конечно, круче. Пылят, в принципе, они одинаковы. И ламель, и вот эта палетка от Белор Дизайн. В принципе, одинаковы. Ну, давайте попробуем это все в макияже. Посмотрим, что из этого вообще выйдет. Я возьму обычную вот такую вот большую, пушистую, скошенную кисточку. И начнем с нашего скульптора. Пигментация здесь очень низкая, поэтому вот так вот прям и наносим. И, как вы видите, на щеках практически ничего не остается. То есть, какую-то очень маленькую, какую-то кругленькую, скошенную кисточку подбирать вообще не надо. Можете смело вот так вот рисовать. И никакого ни пятна, ничего такого у вас не получится. Получится все достаточно красиво, как будто вы его так качественно растушевали. В принципе, для новичков такая палетка очень хорошо подойдет. Но если вы хотите именно такие формистые, красивые, ровные линии делать своих скул, то эта палетка для этого не подходит. Вот видите, какая тень. Очень естественная и очень слабенькая. И после такой синтетической обычной кисти очень сильные вмятинки получаются. Прям видите, рефилы такие покоцанные получаются. И хайлайтер точно так же. Это, конечно, такой небольшой минус. Давайте, наверное, вот здесь вот линию роста волос немножко зафиксируем. Сделаем более такую естественную тень, чтобы визуально лобик у нас стал еще меньше. Меня соседи шумят. Весело. Далее беру любую пушистую большую кисть для рунана. Наносим рунана. Рунана, кстати, здесь с небольшими блесточками, но не сильными. Примерно вот здесь вот и растушевываем вверх. Пигментация такая, знаете, удачная. В том плане, что не переборщите и будет все смотреться хорошо. Уже, видите, немножко сияет моя щечка. Я, в принципе, люблю такое в легких макияжах. Такой естественный румянец с небольшим сиянием. Это всегда в плюсе. Ну, если у вас, конечно, не какая-то очень бугристая кожа, то небольшое сияние будет очень даже кстати. Видите? Я уже очень много нанесла, но красного никакого или розового пятна не вышло. Все смотрится очень естественно и очень красиво. Эта палетка великолепна тем, что у нее слабая пигментация, но в моем случае это только в плюсе. Тоже приступаем к хайлайтеру. Но с хайлайтером, кстати, переборщить очень легко, потому что оттенок очень-очень белый прям сильно. Я возьму маленькую кисточку, затем вот такую вот чуть побольше буду растушевывать. Постараюсь нанести немного, но в моем случае это очень тяжело сделать, потому что очень сильная пигментация. Вот, смотрите. Ну, сияет, конечно, просто космос. И я нанесла совсем капельку, громулечку, я бы так сказала. На носик можно чуть больше, я люблю, когда кончик носика блестит. Это смотрится так миленько. И на эту сторону немножко. Стараюсь немножко, но, как вы видите, пигментация очень-очень сильная, поэтому все равно будет блестеть максимально. Вот как-то так. Ну, с этой стороны свет не так падает, не так заметно, но тоже сияет. С этой стороны более видно, как сияет моя кожа, но мне, в принципе, такой результат нравится. Ну, что же, я вроде бы закончила свой макияж. Вот такой вот легкий повседневный вариант у меня получился. Я хочу походить с этим макияжем до конца дня и сделать для вас включение уже с результатом вот этого ношения этих продуктов. Посмотрим, останется ли что-то на моем лице от этого контурирования, растечется ли подводка с тушью. Это все уже мы обсудим с вами вечером. Ну, а пока не переключайтесь. Всем хорошего дня, прекрасного настроения, до вечера. Ну, что, мои хорошие, пришло время подбивать итоги. Давайте вблизи рассмотрим все, что я сегодня тестировала и перейдем уже к какому-то итогу. Так, давайте, наверное, начнем с пудры. Пудра действительно хорошо держалась на моем лице. В принципе, тональный продукт все еще везде есть. Тональная основа выглядит достаточно хорошо. Вот эта вот пудра никаким образом не повлияла на носку тонального крема, не изменила его цвет, не ухудшила его текстуру. То есть, для фиксации макияжа вполне себе хорошая вещица. Давайте обратим внимание, есть ли на моем лице контурирование. Я вижу, что хайлайтер есть. Ну, в принципе, вот здесь вот тень от скульптора я тоже вижу. Ну, не так сильно, но, в принципе, есть. Прошло уже около 7 часов после того, как я наносила все эти косметические средства. То есть, для 7 часов, да даже для 6 часов такой результат достаточно хороший, достаточно достойный. Я бы так сказала. Давайте теперь посмотрим на глаза. Я вижу, что вот здесь вот у меня поплыла не тушь, а именно подводка. Вот здесь вот в внутреннем уголочке, видите, вот здесь вот сверху растеклось прямо на нижнее веко. И по нижнему веку тоже вот размазалось. С этой стороны примерно такая же история. Вот здесь вот потекла эта подводка. И вот здесь вот под нижним веком тоже отпечаталось. По поводу туши. Она на месте, ничего сверху не отпечаталось. Она не осыпалась, не взялась какими-то чешуйками, комочками. Все достаточно достойно, хорошо. Ничего не осыпано, не размазано. Мне нравится такой результат. Я очень даже довольна. Хотя тушь у нас идет обычная. Она не водостойкая. Вот по поводу подводки у меня большие претензии. Написано, что она водостойкая, но она абсолютно не водостойкая. Она растекается, сводчик на руке смывается, стирается. То есть она совершенно не стойкая. Что же, вы вблизи все смогли увидеть и оценить. И давайте перейдем к итогам. По поводу пудры. В принципе, неплохо, в принципе, хорошо. Но я не могу сказать, что я прям без ума от этой пудры. Мне не нравится то, что она немножко выбеливает лицо. Но меня, в принципе, это никоим образом не смущает, не отталкивает. Но все-таки, например, пудра от Эвелин банановая мне нравилась намного больше. И она немножко дешевле, нежели вот эта вот пудра. Но здесь объем гораздо больше, нежели у Эвелин. У Эвелин 6 грамм, здесь 10. Разница, конечно, есть. И вот эта вот пудра стоит примерно 120 гривен. Эвелин примерно 100. Ну, плюс-минус. Но я бы, наверное, второй раз уже не стала бы ее покупать. По поводу вот этой вот палеточки. Неплохо. Стойкость достаточно приятная. Я вот сижу и смотрю. Я вижу, что есть контурирование. Ну, уже такое, знаете, бледненькое. Но в целом продержалась эта палеточка на мне достаточно неплохо. Особенно хайлайтер. Хайлайтер вообще бомба сидит. Все сияет. Все достаточно хорошо. Но есть, конечно, некоторые претензии. Во-первых, упаковка такая, что не с первого раза ее откроешь. Можно все ногти себе поломать. Не нравится то, что пористая такая текстура. Особенно у скульптора. Он прям так и пылит очень сильно, и царапается. Выглядит не очень хорошо. Нравится то, что пигментация не слишком сильная. Но мне как раз очень такая яркая пигментация и не нужна. Потому что есть шансы переборщить, поставить какие-то пятна. Или сделать очень такие интенсивные скулы. Это будет не совсем красиво. Для новичков, для тех, кто любит естественность. Однозначно советую. Цена, качество. Оправдывает себя. Все хорошо. Единственное, что с хайлайтером нужно быть поосторожнее. Потому что он очень яркий. Очень сильно сияющий. Не на легкий макияж вот этот хайлайтер подходит. Он больше для такого яркого, насыщенного. Такого прям выколи глаз, я бы так сказала. Но в принципе неплохая палеточка. Если купить ее еще по акции, то вообще очень даже достойно. Подводка. Наверное, больше разочаровала, чем порадовала. Порадовала тем, что она не осыпалась. Она не потрескалась. В принципе смотрится достаточно неплохо. Но очень сильно огорчает то, что кисточка неудобная. И то, что этот продукт совершенно нестойкий. При любых каких-то попаданиях воды. Или даже если вы там как-то потрете пальчиком глаз. Все размажется. И будет смотреться очень-очень некрасиво. Поэтому покупать еще раз я бы точно ее не стала. По поводу туши. Интересная тушь. Необычная. Необычная за счет своей кисточки. Если поставить вот так вот пальчик. Она очень большая. И очень интересные у нее такие здесь зигзаги. Но в целом, если аккуратненько ее прокрашивать. То можно добиться очень красивого естественного вида. Она не утолщает реснички. Особо она их не удлиняет. Но она их хорошо прокрашивает. Она их хорошо фиксирует. Я бы даже сказала, что она немножко подкручивает реснички. Это выглядит достаточно красиво. Плюс, как вы видите, по истечению 7 часов ничего не осыпалось. Ничего не размазалось. Я это очень сильно ценю в бюджетных тушах. Она очень бюджетная. Вот ее еще раз я бы все-таки купила. Она мне действительно понравилась. Особенно своей ценой. Очень, как это говорится, цена оправдывает качество. Вот как-то так. Необычно, но это правда. Кстати, всю подробную информацию о ценах, о весе, объеме. И где покупала я все это оставлю обязательно в инфобоксе. Также оставлю ссылочки на свои социальные сети. Ну а пока, наверное, будем загругляться. Спасибо большое, что были со мной и смотрели это видео. Я надеюсь, что оно для вас было хоть немножечко, но все-таки полезным. Если это так, поддержите меня, пожалуйста, пальчиком вверх, подпиской. Пишите свои комментарии. Буду рада со всеми с вами пообщаться. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok